Сегодня моя проповедь называется «Три друга, а какой ты?». Поговорим о друзьях, и я желаю, друзья, чтобы, когда вы будете слушать, анализировать и где-то задавать себе вопрос, а какой я из этих троих друг? Договорились? Поэтому не будем отвлекаться, как сказал Олег. Мне понравилась одна вещь, которую недавно услышал, может, вы также слышали, что если человек что-то делает и отвлекается на уведомления, которые приходят в телефон, знаете, сколько ему надо времени, чтобы потом сосредоточиться на работе, которую он делал до этого 100%? 15 минут. 15 минут надо, чтобы вы снова сосредоточились на то дело, чем вы занимались до этого. А уведомления такие штуки, что они приходят каждые минуты. И желаю, друзья, чтобы мы дали Богу больше шанса говорить к нам и были сосредоточены на его слове. У кого есть хороший друг, я думал спрашивать, не спрашивать, но верю, что у вас есть хорошие, классные друзья, хотя бы один. Есть друг? Есть. Которому вы можете позвонить в 2 часа ночи, и он приедет к вам. Есть такой? А, такого нету, да? Метро не работает. У кого есть друг, который в 3 часа ночи, вы звоните, он приезжает? Вот, супер, прекрасно. Дорогие зрители, у вас есть такой друг? Ставьте лайки, если есть. Нам очень важно ваше мнение. Вот, как говорят, да? И это хорошо, друзья. Я желаю, чтобы таких друзей было побольше. Хочу рассказать об одном классном друге, который стал для меня одним из лучших друзей буквально за одну минуту. Ну, я себе его сделал настоящим другом. Это было в Соединенных Штатах, когда я был библейским работником. И у меня был напарник. Мы с ним в автомобиле вместе ездили. То есть он был шофером, потому что у меня не было американских прав. И мы с ним вместе ездили, ходили из дома в дом и изучали с людьми Библию. И вот был такой момент, он говорит, Вань, нам здесь надо разделиться. Давай, я пойду по этой улице, буду с людьми Библию изучать, искать людей. А ты по этой улице. И если ты закончишь, просто в конце улицы жди меня. Договорились, без вопросов, без проблем. И я, друзья, помню тот момент, когда я свою улицу закончил намного быстрее. Наверное, потому что английский очень хорошо знал, не знаю. Но я помню тот момент, когда уже на таком небольшом перехрестке, получается, моя улица, в чем была проблема, ну, в чем был вопрос, в принципе, моя улица была таковой, что с одной стороны только были дома. У моего друга с двух сторон, как обычно, улица. А у меня с одной стороны дома, а с другой стороны такое большое поле для гольфа. И я себе остановился и вот смотрю, как там люди в гольф играют, стою и жду своего друга. И вот с последнего дома выезжает женщина, выезжает с своего двора, видит, а я стою себе под деревом. Она отъезжает пару метров, возвращается с задней передачи, включает, подкатывает назад, говорит, can I help you? Я говорю, нет, без проблем, все хорошо, все прекрасно. Она говорит, тебе чем-то помочь? Ты без машины, ты полмался? Я говорю, нет, сейчас мой друг подъедет. Она говорит, точно? Все хорошо? Может, тебя куда-то отвезти? Я говорю, нет, не надо, все хорошо, все в порядке. Она говорит, ну, я как бы не спешу. Можешь зайти в дом, может, водички холодные попьешь? Я говорю, нет, спасибо большое, конечно, но нет, все хорошо, пить не хочу, спасибо. Она говорит, может, зайдем домой? Подождешь друга в доме, потому что жарко, ну, штат Флорида, это такой жаркий штат, там плюс 40 лет, там. Она говорит, просто подождешь своего друга у меня в доме? Я говорю, нет, все окей. Она говорит, точно? Точно, я говорю, спасибо большое, что откликнулись вообще так вот, просто помочь. Она говорит, да, без проблем. Отъезжает пару метров, снова возвращается и дает визитку и говорит, слушай, вдруг, если что-то случится, что он за тобой не приедет, набери меня, я подъеду и тебя заберу. Друзья, я был в шоке. Человек, которого я не знаю. Скажите, можно такого человека назвать другом? Который просто готов тебе помочь, потому что, возможно, у тебя может быть какая-то нужда. Вот такой вот момент, друзья, был. И для меня это было шокировано, но очень-очень приятно. И этот момент до сих пор помню. Возможно, не тот момент, когда мы, возможно, на основке кого-то спросим у нас. Подскажите, как пройти, вы кто такой, до свидания. Я не знаю. Но уверен, что и у нас есть хорошие люди. Помню еще один момент, это было во Франковске. Я изучал библейские уроки с одним человеком. Он сам из Иордании, зовут его Мухаммед. Он учился в Украине на медицинском. И вот я с ним изучал библейские уроки. Первый урок, второй урок, третий урок. Мы с ним несколько уроков прошли, но, знаете, какая-то такая непонятная стена. Вроде мы искренне говорим о Боге. Все хорошо, все хорошо. Как дела? Дела хорошо. Как учеба? Учеба хорошо. Прошли урок, до свидания. В следующий раз встретимся, да, без проблем, приходи. И помню момент, когда я прихожу к нему, говорю, как ты? Он говорит, очень плохо. Говорит, у меня очень сильно болит спина. Говорит, у меня большие проблемы с поясницей. А я в то время начал работать в медицинском центре нашим христианском массажистом. Говорю, слушай, я могу тебе немножко помочь. У меня есть друг врач. Он может посмотреть твой позвоночник, возможно, какие-то там диски вставить, но, скорее всего, у тебя защемление нерва идет. Он говорит, а есть такие знакомые? Говорю, да, есть. Я помню, когда мы с ним договорились, на следующий день пошли к моему другу врачу. Он его посмотрел, он его там чуть-чуть похрустел, вправил и отправил ко мне на массаж. И после этого массажа он говорит, Иван, ты мой друг. Друг, сегодня праздник, и я хочу это отпраздновать. Идем. Сегодня ты для меня стал особым человеком. Я такой не понял. Говорю, Мухаммед, да все отлично. Ну, мог помочь? Помог. Он говорит, нет. Ты для меня стал особым другом. Идем сейчас ко мне домой. Я приготовлю для тебя праздничный ужин. Мы идем с ним в супермаркет. Я говорю, да не надо, можем просто чайку попить, тебе все хорошо. Нет, говорит, ты для меня особый друг. И я хочу сделать для тебя праздник. Мы заходим с ним в супермаркет. Он говорит, что купим? Говорит, скажи любое, я приготовлю, я куплю. Говорю, Мухаммед, не надо. Он говорит, я говорю, я мясо не кушаю, если что. Он говорит, да не проблема. Заходим в супермаркет. Он говорит, в смысле, а что ты вообще тогда кушаешь? Как это без мяса жить? И он говорит, скажи, что ты хочешь. Я говорю, Мухаммед, ничего не надо, друзья. Но вы бы видели его отношение в то время ко мне. Если я просто где-то смотрю, там, знаете, на полочку, говорит, ага, ты смотришь на ананас? Я куплю ананас. Говорю, нет, я просто посмотрел на ананас. Я посмотрел где-то еще. Ты хочешь макарону? Я приготовлю макарону. Говорю, я просто посмотрел, потому что куда мне еще смотреть, как не на прилавке. Он говорит, скажи, что ты хочешь. И он, я помню, мы пришли к нему домой, он приготовил ужин и говорит, ты для меня особый друг. И мы с ним еще долго изучали потом Библию. Но был период, когда он говорит, я могу тебе доверять. Я знаю, что твое сердце хочет мне помочь. И, друзья, это был особый момент. Какие моменты делают друзей настоящими? Говорят, что друг познается в еде. В еде в субботу после обеда, либо на обеде, если пригласил. Друг познается в еде, в беде и в разных ситуациях. Но именно сегодня история пойдет о трех друзьях. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 11 глава. И здесь, друзья, момент такой, что ученики увидели, когда Иисус молился. И они подошли, наверное, настолько близко, что услышали, как Он в голос молится. И это их настолько удивило, что они говорят, Иисус, а научи-ка нас молиться. Мы хотим также научиться молиться. Иисус здесь представляет молитву «Отче наш». И дальше Иисус рассказывает такую историю. 11 глава Евангелия от Луки, из 5 стиха, давайте прочитаем. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. И тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбы с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит». Вот такая вот интересная история. Есть один друг, который где-то ночью оказался на улице, и у него есть нужда. Есть другой его знакомый, который как бы может помочь. А вот этого второго друга есть третий. И вот между ними разыгрывается такая ситуация. Положим, что кто-нибудь из вас имеет друга, который придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». У человека есть нужда. Вообще ситуация в полночь. Он не знает, куда идти. Есть какой-то знакомый, который может ему помочь. Почему он на улице? Почему он голодный ночью? Может, любит, как ему на ночь покушать? Разбудить друга? Ну, в чем проблема? Но ситуация довольно сложная. Он голодный. Интересно, что он не просит о ночлеге, а просит о хлебе. И идет к знакомому. Человек в темноте, голодный. Не знаем, почему, но вообще случилось так, что он на улице. И стучит к своему другу. Помоги. Одна категория друзей, людей в этом мире, как вот этот вот первый. Непонятно почему, но, возможно, друзья, кто-то в такой ситуации сегодня, что у вас просто есть нужда. Что вы ищете помощь у ваших знакомых, у дальних знакомых. И вы говорите, помоги мне. У меня проблема. У меня проблема. Помоги. И мы не знаем, друзья, как так случилось, но есть много сегодня таких людей. Одиноких. Голодных на счастье, на мир и на любовь. Потому что им просто этого не хватает. Они давно это ощущали. Они хотят какой-то заботы. Они хотят поддержки. В полночь. В Библии часто этот момент описывается как время испытания. Время, которое показывает, кто есть ты, кто есть кто. Полночь. Ищет помощи. Возможно, сегодня днем я чувствую себя хорошо, но приходит полночь. Когда все расходятся по своим домам, а я прихожу домой. И вроде все есть, но чего-то мне не хватает. И говорю, помоги. И вы знаете, что у вас есть кто-то, кто готов вам помочь. И вы идете к нему ночью, в неудобное время. Возможно, даже днем. Но у человека это время неудобное. И вы говорите, помоги. И получается, здесь в роль входит вот этот второй человек, второй персонаж, который имеет все. У него дом. У него тепло. Крыша над головой. Кажется, что все прекрасно. Ты себе живешь своей жизнью. У тебя все хорошо. Потому что написано, 6 стих. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить. Кажется, что у тебя все хорошо. У тебя все в порядке. Но приходит момент, когда ты понимаешь, что все, что ты имеешь, это недостаточно. Есть то, что тебе не хватает. Либо у тебя нет того, что кому-то надо дать. Потому что оказывается, что у него дом пустой. Там нет хлеба. Холодильник пустой. Ты думаешь, что ты живешь себе хорошо, к тебе приходят друзья. А ты понимаешь, ты помочь не можешь. Имея что-то, это ничего не значит. Потому что удовлетворить нужду человека ты просто что? Не можешь. Приходят и говорят, помоги. А оказывается, что нет. Я думал, что я могу помочь. А помочь-то я не могу. Кажется, что все хорошо. Но внутри пусто. И есть сегодня в мире та категория людей, когда, говорит Иисус, они придут к тебе за помощью. Потому что ты тот, который должен иметь хлеб. У тебя есть вот этот хлеб духовный. То, что мы пели после субботней школы, да? Ты мне еще денный хлеб. И Бог говорит, у тебя есть хлеб. И ты можешь его раздавать тем, кто нуждается. И оказывается, что приходит испытание, приходит ночь, а ты? Ты, а ты дать не можешь. Кажется, что ты как бы друг, но помочь ты не можешь, друзья. И вот такие моменты показывают, что у меня внутри. Потому что я могу красиво молиться, красиво читать, красиво ходить в церковь, но там, друзья, быть пустым. Интересный момент. Таниэль размышлял утром о Матфея 17 главе. Помните, когда один отец пришел со своим сыном, которого бесы мучил, и говорит ученикам, помогите, исцелите его. Потому что в то время трое учеников Иисус были на горе преображения. И он пришел к этим ученикам. А они не могли помочь. Они не могли исцелить. И я думал, а может, это был тот момент, когда Иисус еще не дал им силу. Нет, оказывается, в 10 главе, 7 разделов назад, Иисус говорит, даю вам власть над духами нечистыми, даю вам власть врачевать, исцелять. Идите и научите. Помним тот момент, когда они пришли и говорят, Иисус, нам бесы повинуются. Мы можем людей освобождать. Мы можем делать их счастливыми. Мы можем их благословлять. Мы можем их исцелять. Мы можем удовлетворять их нужды. И в тот момент приходят к ученикам. Отец сынам, а помочь не могли. И потом наедине говорит Иисус, почему мы не смогли? Почему? Кажется, я ж мог. Но нет, этой силы во мне нет. Иисус говорит о том, что ты есть тот, который можешь иметь этот хлеб. К тебе люди будут приходить за этим благословением. Но вопрос, имеешь ли ты его каждый день? В момент, когда Иисуса Христа распяли на кресте, ученики разочарованные. И Петр говорит, а я иду ловить рыбу. Ученики говорят, ну а мы с тобой. И помните, очередная ночь, когда они ничего не поймали. И на утро Иисус говорит, дети, есть ли у вас что покушать? Иисус говорит, я уже приготовил, иди ко мне. Здесь, друзья, очень важный урок каждому из нас. Когда приходит испытание, когда приходит эта полночь, когда 10 дев, которые ждали жениха, оказывается, что все было хорошо, было достаточно масла, но пришел момент, когда ты светить уже не мог. Когда тебе приходит за помощью, а ты сам пустой. И вот этих испытаниях мы видим, кто есть кто. Каждая ситуация, которая в жизни возникает, мы видим, кто есть кто. Кажется, что все прекрасно, кажется, что все хорошо. Вчера на домашке, когда мы были, спрашиваем, за что молиться, у кого какие просьбы, за учебу, за работу, за здоровье. Один наш друг просто говорит, друзья, помолитесь обо мне. У меня большая духовная борьба. Помолитесь, чтобы я не сломался. У меня духовные проблемы. И знаете, как бы нормальная просьба, но настолько иногда где-то, знаете, странно ее услышать, потому что, ну, это моя борьба. Да, у меня духовные переживания. Ну, вроде все кажется хорошо, а ты сам нуждаешься. Потому что, вроде ты читаешь, вроде молишься. Я не знаю, друзья, бывает ли у вас такое, когда где-то вот этот, как-то формализм, или вот эта рутина проникает в наше христианство, и ты вроде ощущаешь, как будто дождь идет, да? Но он тебя не орошает. Как в четверг, если вы помните погоду, вроде солнце светит, но на улице такой дубарь, так холодно. И вот нечто, знаете, в духовном плане, ну, вроде ты делаешь вещи, которые должны тебе помочь, но что-то не происходит. Ты не можешь почувствовать вот этого благословения. Вспоминая, друзья, историю о блудном сыне. Вчера немножко размышляла на этой истории. Кажется, ну, помните, да? Когда у отца было два сына, один пошел от отца, говорит, дай мне мою часть и до свидания. Интересная история. Знаете, чем больше я считаю, тем больше несправедливости я там вижу. Потому что ни один из сыновей не получил по заслугам. Но момент в чем, что обычно мы говорим, потерянный сын, да, вот этот блудный сын, который взял наследство и пошел его тратить. Но притча говорит, что есть еще один потерянный, который был всегда возле отца рядом, который был в его доме, который всегда делал то, что отец как бы его просил, а так и не понял счастья и любви в присутствии отца. Он старший сын был в присутствии отца. Но вот сердцем где-то они не сошлись, где-то они не поняли друг друга. И вот, друзья, приходит тот момент, когда тебе приходят за помощью, а оказывается, отдать ты ничего не можешь. Возможно, сегодня вы переживаете эту роль в своей жизни. Когда вы говорите, ну, так я же в церкви, все же прекрасно. А может быть, друзья, быть и такое. Я до конца не понял этих отношений с Иисусом. И есть третий друг. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько тот просит. Интересно, что третьего друга здесь Иисус показывает на контрасте. Да, есть друг, у которого точно есть хлеб. И мы знаем, что, как бы, да, это роль Христа, это роль Бога, к которому мы можем прийти. У Него все есть, у Него достаточно. Но здесь, друзья, Иисус рисовывает обычного человека, который может дать, но через свой эгоизм, через свое такое, знаете, лишь бы мне сейчас было хорошо. Отстань. Приходи завтра, ничего за ночь не случится. Приходи завтра, иди спать домой, ничего с твоим другом не случится. Завтра да. Но нет. Если это дает ради того, чтобы от Него отстали, друзья, Бог же у нас совершенно другой. Помните, что Бог рад, когда у Него есть возможность помочь вам. Бог радуется, когда мы приходим и говорим, Господи, помоги. Бог говорит, да я с радостью. Я с радостью готов Тебя благословить. Богу нравится помогать. Богу нравится давать. Я часто вспоминаю, друзья, о том моменте, почему? Потому что моменте о том, что часто мы можем услышать, что если ты пойдешь за Иисусом, если ты пойдешь за Богом, то много чего ты в жизни потеряешь. От многого надо отказаться. Ты потеряешь лучших друзей. Ты потеряешь лучшую компанию. Ты потеряешь там хорошую работу. Друзья, если мы посмотрим аккуратно и правильно на всю Библию, единственный, кто забирает, это лукавый. А единственный, кто дает, это Бог. Ибо так возлюбил, что дал. Бог всегда желает давать. С каждым разом Он дает все больше и больше. Богу нравится делать нам приятно. Бог, который говорит, приди ко мне. Я готов тебя благословить. Кто в этой истории я, друзья? Возможно, я сегодня тот, который нуждаюсь, и говорю, помогите. Возможно, я тот, который как бы должен помочь и дать. И понимаю, я сам пустой. Я сам не могу дать. Люди нуждаются, а дать я ничего, друзья, не могу. Я вспоминал, друзья, историю, когда был в Виннице. Когда изучал библейские уроки с одним человеком, он был после инсульта, ему было тяжело ходить. У него не было много друзей. Я помню, когда он расплакался, когда я к нему пришел, говорит, а почему ты пришел? Говорю, пообщаться с вами. Он начал плакать. Я помню, когда я пришел к нему второй, либо третий раз, у него был день рождения пару дней назад, и он говорит такую вещь. Говорит, Ваня, ты знаешь, я зарегистрировался в интернете. Тогда еще было хорошо развито, mail.ru или одноклассники. И он говорит, ты знаешь, и меня через пару дней поздравили. Мне написали, что мне поздравляют с днем рождения, желают всего самого лучшего, всего хорошего. Говорит, Ваня, я так рад. Он говорит, я тебе покажу, меня поздравили, я не один. Есть кто-то, кто обо мне помнит. И он мне показывает. А я смотрю, это обычная рассылка спам, которая поздравляет каждого из нас с днем рождения. Потому что мы свои данные вводим. И я стою, и я ему тогда не сказал, от кого это письмо, что это просто компьютер высылает. Но он был настолько, друзья, счастлив, что ему просто сказали доброе слово. Я тебя поздравляю, всего тебе самого лучшего. И мы сегодня, друзья, нуждаемся в таком, люди нуждаются. Вопрос, готов ли я удовлетворить эту нужду, есть ли у меня что дать для этих людей. Есть ли у меня что-то, что я могу дать. Я в лагере, когда мы были, сегодня Олег вспоминал о лагере. Помните, на одном из семинаров? Наверное, на одном семинаре, он был один, правильно будет сказать. Мы говорили о Павле. И там было вот это словосочетание, когда подошел к Павлу, апостол говорит, брат мой. Это, друзья, тот особый момент, когда Павел преследовал апостолов, убивал, а к нему приходят в ответ и говорят, Слава, брат мой. Насколько важна, друзья, поддержка. И помните о том, что мы можем отдавать, мы можем быть благословением. История о Льве Толстом, когда однажды он шел по улице и нищего встретил. Кто был в лагере, он знает эту историю. И Лев Толстой, хороший, большой писатель, уважаемый человек, хотел помочь. И по карманам. Прости. Не могу помочь. Он говорит, прости, брат, не могу помочь. На что вот это отвечает. Ты уже мне помог. Ты назвал меня братом. Я, когда прощал эту историю, был настолько, друзья, удивлен. Сколько мало надо человеку для счастья. Но я понимаю одно, что если я не буду наполняться вот этим вот хлебом духовным каждый день, каждое утро, у меня не будет что отдать. Мы сможем дать только то, что мы имеем. Друзья, сегодня это история трех друзьев, которая показывает, что каждый день я могу быть одним из них. И есть друг, который говорит, придите ко мне. Придите и возьмите этого хлеба. Помните насыщение пяти тысяч? В чем был главный принцип? Иисус говорит, накормите. Да мы не можем, ни деньгами, ничем. Иисус говорит, не этим. Если вы знаете, кто рядом с вами, вы всегда сможете дать. Если вы знаете, кто с вами рядом, вы всегда сможете помочь. И апостолы, они шли к Иисусу, брали хлеб и потом давали. Это принцип, который, друзья, мы можем делать каждый день. Чем я сегодня наполняю себя? Чем я наполняю себя в первый час утром, когда я просыпаюсь? Чем я наполняю себя среди дня? Я смогу только это отдать. Но я знаю, друзья, одно, люди нуждаются. Люди нуждаются. Потому что мы живем вот эту вот полночь. Библия описывает это состояние кончины века. В полночь. Смотря на то, что сегодня происходит в мире. Где-то привыкли к тому карантину. Где-то как-то все устаканилось. Кстати, вчера прочитал интересный пост о том, что вчера был ровно год, как начался карантин на две недели. Помним, да, эти моменты? Все продолжается. Что будет дальше, друзья, мы не знаем. Но я знаю одно. Что не те обстоятельства, которые происходят в мире. Ничто другое. Кроме того, что Иисус есть тот, кем я спасаюсь. Иисус есть моим благословением. Иисус есть нашей помощью. Что имею, то даю. Такая история была записана. Очень классная. В Деянии апостолов. Помните, друзья, третья глава. Когда Петр и Иоанн шли в храм помолиться. И был там храмой, который просил, говорит, помогите, 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 помогите. И интересный момент, когда Петр и Иоанн говорят ему. Поэтому Петр и Иоанн, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота у меня нет. Что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Люди сегодня нуждаются во многом. Но есть первое и главное, в чем они могут удовлетворить все свои нужды. Друзья, это Иисус. И вопрос в том, имею ли я то, что сегодня дам. Петр говорит с Иоанном, у нас есть Иисус. Нам кажется, Он тебе больше поможет, чем то, что ты на самом деле хочешь. Чем ты гоняешься в этой жизни. За что ты борешься. И знаете, вместо того, чтобы, возможно, говорить. Боже, дай, 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 дай. Сказать, Господи, что я могу Тебе отдать? Чем я могу Тебе сегодня послужить? Что имею, то даю. Друзья, что я готов сегодня отдать Богу? Что я могу Ему подарить? Что я могу Ему дать? Я знаю одно. У нас всегда будет возможность подарить Ему время. Время сегодня, время завтра, время вечером. Смогу ли я Ему Ему отдать? Смогу ли я отдать свое сердце? Возможно, я уже давно знаю Иисуса. Я уже не первый день хожу в церковь. Но как-то по-настоящему сделать Его своим другом я не могу. А Иисус продолжает стучать. Готов ли я впустить Его в свое сердце? Готов ли я сказать, Иисус, я отдаю свое сердце Тебе? Возможно, здесь есть те, которые уже не первый месяц ходят сюда. И, возможно, к вам пришел тот момент, когда Иисус говорит, я хочу стать Твоим другом. Я хочу идти по жизни с Тобой всегда. Если вы чувствуете этот момент, чтобы заключить завет с Иисусом, сказать, Господи, я хочу сделать от сегодняшнего дня от Тебя настоящим другом. Я хочу отдать свое сердце Тебе. Я хочу принять крещение, которым Ты показал. Я могу сказать, что я выбираю Тебя в своей жизни. Если вы чувствуете, что Дух Святой уже не первую неделю, не первый месяц вам об этом говорит, друзья, сделайте этот шаг. Подойдите после богослужения к пастору Олегу, пообщайтесь. Возможно, вы смотрите нас, и вы давно об этом думаете. Напишите, так же в чате с вами свяжутся. Возможно, я уже давно с Иисусом, но так и не стал другом, как вот этот сын, который всегда с отцом. Но говорит, отец, я тебя не понимаю, который так и не пришел на пир отца и младшего брата. Не пришел. Возможно, вы сегодня говорите, Боже, да, я понимаю, ты говоришь о том, что надо проповедовать, надо быть светом, надо быть проповедью. Да, я сам нуждаюсь, Иисус, ты не понимаешь. Я сам еще не спасенный. Возможно, я сам далекий от тебя. Возможно, я сам духовно запутался. Так и скажите. Господь, все, что я могу сегодня тебе дать, это быть честным. Я сегодня, Иисус, хочу быть честным с тобой, назвать вещи своими именами, потому что мне надоело жить в маске. Мне надоело показывать, что я кто-то, но им не являюсь. Скажите это Иисусу. Давайте станем с Ним настоящими друзьями. Друзья, которые доверяют. Друзья, которые открыто говорят на разные темы с Иисусом. Либо у вас сегодня все классно. И вы замечательная церковь в Абстрим. Единственное, что стоит сказать Господи, покажи нам, пошли нам кого-то, кому мы можем помочь. Боже, пошли в нашу церковь кого-то, кого мы можем поддержать словом, кого мы просто можем обнять, соблюдая дистанцию. Помолчать. За кого я просто могу молиться. Потому что, друзья, есть люди, у которых сегодня полночь, которые одиноки, голодны и потеряны. И я желаю нам всем стать этим местом, куда придут, и мы не будем другом, как спам. Мы не будем другом. Мне понравилось, как однажды Павел Гой сказал, может, слышал его проповеди. Он говорит, знаете, как сегодня в церкви сделать так, чтобы человек от тебя отцепился, если он что-то от тебя хочет. Просто скажите ему, я помолюсь за тебя. И он от тебя отстанет. Лишь потому, что, наверное, мы разочаровались в молитве. Научились верить, не веря. Друзья, Бог сегодня говорит, вы мои друзья. Давайте станем друзьями для Него в первую очередь каждый день. Скажите, я отдаю свое сердце тебе. И покажи мне, Господи, кого я могу накормить счастьем, заботой и Твоей любовью. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры подогнали Симон.